Доброго времени суток, дорогие телезрители, эфире Проспект Весна, с вами ведущий вторника Виталий Тирон. И разрешите в первую очередь поздравить вас с прошедшим Первым Мая. Ура, товарищи! Ура! Ну, а вы, кстати, знали, что Первое Майя празднуется во всем мире, но во всем мире оно празднуется немножко по-разному. Итак, Первое Майя. Своими корнями Первомайские цветочки, цветочные традиции, хоть во времена Древнего Рима, его жители, почитавшие богиню цветов и весны флору, устраивали в первые дни Майя пышные празднества в ее честь. В последнее время для молодежи Первое Майя устроивают рок-концерты на главных площадях города, ведь это и их праздник. Идем дальше. В Японии фактически отмечаются два трудовых праздника. Официальный – это День Благодарности Трудящимся. Приходится на 23 ноября. Он был установлен в 1948 году, чтобы обеспечить рабочий класс праздником и подчеркнуть разрыв с императорским прошлым Японии. Идем дальше. В Финляндии. Во времена викингов 1 мая открывался сезон сева, что отмечалось в лучших языческих традициях с кострами и плясками. Сейчас же в Аппу главный студенческий праздник вечером 30 апреля. Молодые люди надевают белые фуражки, символ окончания лица, и дружно направляются к фонтану обнаженной девы Хавис Аманды. В Шотландии на Кельском холме в ночь на 1 мая разжигают огромные костры и устраивают дикие танцы под барабанные ритмы. То же самое происходит и в то же время в Ирландии на холме Уснях. Все сопровождается выступлением профессиональных артистов и фольклорных коллективов. В Германии говорят, что на вершине горы Брокен 1 мая местные ведьмы устраивают грандиозный шабаш. Смертные же любители мистики со всего мира в этот день собираются у подножия холма и проводят собственные костюмированные шоу с песнями и плясками. На следующий день все дружно отправляются на пикник в лес, основательно загрузившись прохладительными напитками. Маленькие немцы тоже не остаются в стороне, в школах они рисуют и лепят главных героинь праздника. Кстати, американцы 1 мая работают, а вот англичане отдыхают. У них этот праздник отмечается с 1977 года. Тогда партия лейбористов была у власти и к этому дню она присудила статус праздника. Называется он просто May Day. Нидерланды. Здесь в последнюю неделю апреля и в первую неделю мая происходит фестиваль тюльпанов. Цветочный день этого, центральный день этого фестиваля, луковичное воскресенье. В деревнях и по сей день 1 мая принято юноши и девушек распределять по парам. Списки этих пар вывешиваются на видном месте. Ну а сегодня уже у нас второй, мои дорогие телезрители, рабочий день, вторник. И от парада остались только вот эти вот два шарика, да еще и два гостя нашей сегодняшней программы. Пишу вас, хотя очень хочу представить вам наших сегодняшних гостей. Это у нас Сардана Сидорчук, тренер курсов ораторского мастерства. И Ларри Яковлев, видеограф, он же режиссер, как оказалось сегодня. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, Сардана, хочу спросить вас. Вы у нас тренер ораторского мастерства, да? Микрофон. Как давно вы тренируете ораторское мастерство? Я вообще по специальности логопед и занимаюсь речью. А ораторское мастерство это у нас что? Это мастерство владения речью. И в основном, самое главное, это владение связанным аналогической речью. Вот именно с этой стороны я подхожу к ораторскому мастерству. На данное время у нас проведено три мастер-класса больших, и сейчас мы по просьбам организуем целый курс. А как вообще, почему вы стали оратором? Как это происходит? Вот я такой говорю-говорю много сегодня, потом завтра много говорю, и считаю, что я уже готов быть оратором. Нет, оратором у нас является каждый, кто открывает рот для того, чтобы начать говорить. Потому что оратор это не только тот, кто выступает на большую публику, но тот, кто может выступать перед малыми публиками, защищать свое мнение в кругу своей семьи, в кругу своих друзей, убедить кого-то в своей правоте. Ну а как стать ярким оратором? Для этого несколько факторов нужно. Каких? Нужно ориентироваться в том, что ты говоришь, надо знать, в чем ты хочешь убедить, надо иметь цель, то есть определенную. Ну и, конечно, речь должна быть внятная, понятная и яркая. Мне очень нравится, как вы говорите, ваша жестикуляция, ваша дикция. Как у меня брови двигаются. Да, мимикой. Это все части логопедии, это все части ораторского искусства. А может быть, есть какие-то упражнения? Да, обязательно. Мы с Ларей, думаю, тоже Ларя согласится вместе со мной. Ну да, есть. Да, пожалуй. Самые мои любимые и не только мной любимые веселые упражнения для развития мимических мышц и для того, чтобы разбудить ртикуляционный аппарат, речевой аппарат, называется он улыбка-трубочка. Улыбка-трубочка. Улыбаемся, вытягиваем губки. Прям вперед, вперед, вперед. А вперед, да? Вперед, да, так он вот так. Улыбка-трубочка, улыбка-трубочка. Дорогие телезрители, тоже повторяйте за нами, это не сложно. Улыбка-трубочка. И вы почувствуете через некоторое время, как у вас здесь вот оживают щечки, мускулатура. Да, да, да. Другое упражнение есть, называется толстяк-худышка. Надуваются щеки, очень сильно. А потом втягиваются. И тоже эти упражнения выполняются по переменке. Толстячок. Это получается упражнение в полости вот та, да? Вот так, да, да. Еще, еще, еще. Вот у Виталия очень хорошо получается. Толстячок хорошо получается. Да, у моего соседа не очень хорошо получается. Да, спасибо. Эти упражнения следует выполнять каждое утро, когда, после того, как вы почистите зубы. То есть, когда вы проснулись, только начинаете свой день. Перед зарядкой или после, или не критично? Не критично. Можно сразу, как только вы почистили зубы. А недостаточно просто читать книгу, выразительность, дикции, свою любимую? Это тоже одно из упражнений. Вообще, чтение книг, оно не только полезно для того, чтобы эмоционально передавать свои мысли, да? Но и для того, чтобы расширять свой лексикон. Для словарного запаса, для того, чтобы сделать свою речь насыщенной, яркой, впечатляющей. Насчет насыщенности речи. Вот вы сказали про артикуляцию, про жесты, про мимику. Насколько они важны в речи? Нужно ли их контролировать, стараться? Да, их нужно контролировать. И вы должны знать, что вы хотите сказать. Если вы хотите человека перевозбудить, своего собеседника, то ваша речь будет перенасыщена жестами, мимикой и прочими сопутствующими движениями. Если вы хотите, наоборот, в транс его ввести, вы будете говорить монотонно, мало шевелясь, и вот таким вот спокойным голосом низким, как бы, вводить его в транс. А какие-нибудь еще, может быть, на мимику есть специальные упражнения? Или таких нет? Есть. То есть, все, что вы делаете, ног гиперболизировано. Это как? Улыбаемся, вот если мы улыбаемся и удивляемся, бровь поднимаем, хмуримся. Удивляемся, хмуримся, да, так сморщили нос, разморщили, есть такое слово? Разморщили? Да, улыбаемся, вниз, смайлик вниз делаем. Вот не получается у Виталия, смайлик вниз. Жизнерадостный, очень, видимо, человек. Вот могу, могу. Да, да, да. Ну и такого рода. А чрезмерная жестикуляция есть? Есть такое понятие, она, наверное, тоже может мешать? Есть чрезмерная, да. И как с этим бороться? Привязывать руки друг к другу и ногильку повесить туда вниз? Нет, надо самому просто немножко успокоиться. И тогда чрезмерная жестикуляция тоже меньше становится. Может быть, есть еще какие-то приемы импровизации? Как, что еще можно делать? Или какие-то активные движения? Вот я, допустим, когда думаю, когда волнуюсь, хожу много. Вот стоит ли ходить или, наоборот, надо сидеть на месте? Ну, если вам надо энергию, то ходить лучше. Если успокоиться, то остановиться и подышать. Дышать правильно тоже надо. То есть вдох, как обычно, выдох и на 3 секунды задержать дыхание. Да, потом так и так далее. Вы оратор, вернее, тренер ораторского мастерства для взрослых? Да, для взрослых и для школьников. Как проходит ваше занятие? Вот мы, допустим, с Ларе пришли. Вот у меня проблемы, у него проблемы. Мы хотим решить эти проблемы. У меня поведенные проблемы. Тренинг проходит в виде игры, общения, обратной связи. И это прям практика. Чуть-чуть теории, теория и сразу упражнения. Теория упражнения. То есть человек, который приходит к нам на выходе, желающий заговорить, он... Заговорить? Заговорить нормально, да. То мы как раз с этими работаем. Ну и в основном очень много приходит людей, у которых уже какие-то проблемы с речью, да? А какие проблемы? Как вообще понять, что у тебя проблемы все-таки есть с речью? Потому что все думают, ну я разговариваю. В принципе, меня все понимают. У меня какие-то разве проблемы есть? Ну вот первая проблема – это когда не понимают люди. Да. Вторая – когда вы что-то говорите, вроде бы и дикция нормальная, и звукопроизношение в норме. Но человек не может понять, что вы от него хотите. Это значит, что человек не может собрать свои мысли в кучку, порядочить их и оформить мысль, речь, да? Это тоже проблема, с этим можно приходить. И часто приходят еще люди, которые с акцентом разговаривают. С этим тоже. А как с этим бороться, допустим, с акцентом? Каждый звук имеет свою артикуляцию. И в русском языке, естественно, тоже. И если мы будем знать, как определенно артикулируют, ну то есть какое положение речевого аппарата при определенном звуке, и так добиваемся. Так, я немножко запутал. На практике, в смысле, как это сделать? Ну, например, у нас есть Х. Есть такая буква? Х, да. Она произносится, да, буква. Он, звук, произносится вот там, горлом практически, да, мягким нём Х. Х. Х, да. К произносится К горлом. Г. В с помощью нижней губы и так далее. Да. Язык внизу, воздух холодный, губы в полу. Все эти звуки, если правильно речевой аппарат установить, то эти звуки должны произноситься правильно. А когда человек говорит на другом языке, у него и мелодика речи меняется, и вот эти звуки, которые он в своей родной речи использует совершенно по-другому. Да, кстати, вот кто, наверное, изучает английский язык, замечает, что у них совсем по-другому звучит и голос. Да, да, да. Это и всё-всё остальное. Так, топ-5 упражнений для родителей, которые хотят, чтобы через два месяца ребёнок зазвучал по-новому. Что можно сделать? Так. То есть вы говорите, и мы вместе с вами повторяем. Первое, я вам советую сразу же с младенчества делать детям пальчиковый массаж. Пальчиковые упражнения, пальчиковый массаж. Для речи? Для речи, конечно. А как он делается? Так, я тогда микрофон положу. Я могу подержать. Ну, могу подержать. Берётся обычная рука. Обычная рука берётся. Обычная рука. Обычного ребёнка. Обычного ребёнка. И разминается сначала ладошки. Потом с мизинчика, начиная, начиная от основания пальчика, вот такие движения. То есть они должны быть такие чувствительные, то есть не поглаживание и пальчик. И так все пальцы делаем? И так пальцы. Зачем это делать? Это делать надо. У нас зона, которая отвечает за мелкую моторику, вот за пальчики, и зона, которая отвечает за развитие речи, за восприятие речи, они как бы накладываются друг на друга. И когда мы пальчики вот так вот разминаем, у нас эта зона тоже насильно как бы активизируется. Следующее. Что делать дальше? Следующее упражнение, это организовать, это же не упражнение, надо организовать им правильную речевую среду. То есть родители с вами тоже должны разговаривать. Правильно. Правильно. Вообще разговаривать. У нас такая беда, что родители, привет, привет, есть что поесть там, всё, пока. Она говорит, привет, как дела? Вот и папа пришел. Что папа купил? Хлеб купил? Ещё водку купил? И там, что там, сок купил? Что ещё покупают? Ага. Когда ребёнок одевается, надо его не одевать как куклу, надо предоставлять ему выбор, шанс. Извиняюсь, я вас перебью, дорогие телезрители. Но сейчас у нас будет небольшая рекламная пауза, после которой мы к вам обязательно вернёмся. Сорона, а почему? Получается, а у многих девушек не получается сделать терминат. Попробуй. Получилось, а у Ларри? Ну вот, у вас получается, а почему у других не получается девушек, как думаете? Правильно они пользуются своим речевым аппаратом. Не знают полностью возможности. Да. Не понимает механизм. Ну, они очень многое теряют. Допустим, битбокс. Да. Пробовать битбоксинг. Сможете сделать? Нет, не смогу. Ну, в смысле, я постараюсь, если смогу, наверное, я же не готовилась. Давайте. Ну, было неплохо. Итак, ладно. Ларри Яковлев, вы видеограф и режиссёр. По секрету скажу, что мы поговорили немножко перед эфиром, и Ларри, оказывается, снимает ещё и свой сериал. Но название не можем сказать. Это секрет. Итак, вы как давно снимаете видео? Как давно вы стали видеографом? Ну, помимо видео, я как бы фотографирую. Ну, если почитать, то видео где-то два года уже снимаете. Вы перед этим фотографировали. Как вообще люди становятся видеографами? Ну, это, скорее всего, как бы... Как вас добила жизнь? Ну, это, скорее всего, как бы, ну, желание. Типа, желание того, что, типа, я в детстве мечтал стать. Вы учились на оператора? Есть, наверное? Нет. У меня никакого образования по операторской части нету. Я сам, как бы, самочку учился по... Ходил на различные мастер-классы, и помимо этого учился в интернете, и так далее, практиковался много, и вот, как бы, этими я... Два года самосовершенствования. Да. И вы уже снимаете свой сериал, поработали на телевидении. Да, ну, в фильмах, и этот... Снимая, как бы, свои эти рекламы, то есть, ну, как бы, люди заказывают, и так далее. Понятно. Можете показать, с чем вы работаете? Ну, я... Я так предполагаю, здесь не просто телефон лежит в этой сумке. А, нет, нет, нет. Упажите нам. Я работаю с множественными камерами. Ну, это, как бы, ну, ну, не бюджетная камера. Небюджетная, мягко говоря, небюджетная камера. Сколько она стоит? Ну, можем... Давайте оставим этот вопрос, прошу. Хорошо. Вот, камера называется, в основном, альфа-тим-эс. Это цифровая камера, которую, вот, то есть, мы можем смотреть картину и в экране, и в самом зрачке. А, как бы, в зеркальных камерах такого, как бы, нету. И вот, в чем преимущество, то, что она портативная, легкая, и снимает... Извиняюсь, я перебью. Ну, не у всех наших телезрителей такие камеры есть. У нас обычные, допустим, вот, телефоны. Можете рассказать нам, как профессионал, какие есть правила для съемки? Ну, что, сейчас у всех есть свои социальные... не сеть, свой блог, допустим. Вот, вы, если завели страничку в Инстаграме, вы уже автоматически становитесь блогером. Вы снимаете видео, и если вы снимаете видео, то сейчас нам расскажут, как это делать правильно. Какие есть, может быть, простейшие правила, следуя которым, ну, улучшим наше видео несколько раз? Есть ли такие вообще? Ну, если, как бы, не брать блоги, то есть, если снимать ролики, надо снимать, как бы... Есть такие основные правила, которые, вот, надо учитывать. Какие? Общий план. Так, простым языком. Общий план, это... Общий план, вот, который, вот, камера, которая включается, и вот, мы все видны. Это общий план. До головы, до ног, вот, теперь видно. Да, и есть средний план. Так, средний план, это отпаз от пояса до, вот, так, до головы, ну, если таким легким. Средний план, хорошо, мы азбуку изучаем, грубо говоря, да? Да, азбуку, и детальный. Это когда мой глаз снимается, брось, как двигается. Да, детальный и крупный план. Ну, таких, как бы, где-то 7 или 6, ага, да, 6 видов. Если, как бы, все снимать, учитывая то, что, типа, средний план переходит на общий план, а общий на крупный и так далее. Если вы учитываете вот эти все правила, то у вас получится, как бы, одновенный переход. Так, если вы сейчас все это будете объяснять, я думаю, к сожалению, не хватит эфира. Простые какие-нибудь, может быть, советы, как снимать, что не делать. А что не делать? Не снимать вертикально. Да, не снимать вертикально. То есть, не трясти камеру в основном. И, как бы, и надо учитывать там еще настройки, типа, диафрагмы, выдержка и гадали. Так, у меня просто телефон, я не знаю этих слов, что мне делать. Ну, просто держите камеру, как вам удобно. Ну, мне, например, когда я снимаю на камеру, я держу его вот так. Так. А когда, как бы, у меня, ну, передвижение объекта, то есть, я передвигаюсь на другой кадр, я ставлю свою руку вот сюда. Так, покажите технику. Я вот сумку подержу даже. Покажите, как можно держать правильно, чтобы не тряслась рука. Ну, как бы, вот этот ремень, как бы, оно помогает. Ну, у меня нет ремня. У вас телефон, представьте себе. Да. Да, и я держу камеру и ставлю вот локер вот сюда, на живот. На живот. Да, на живот. Убор делаете. Ну, в принципе, да, и так тоже. И вот такие, как бы, плавные движения делаю. И тогда не... И вам, как бы, вы снимаете, как бы, камеру без штатива. И это, как бы, обходит всей экономией. Какие-то правила есть, когда вы снимаете, допустим, не сами себя, а, ну, допустим, двух человек, которые беседуют? Какой-нибудь юмористический ролик? А, юмористический? Ну, обычно, как средний план. И золотое сечение, допустим, здесь 16.9. Что такое 16.9? Это формат экрана. Так. Фомат экрана, вот так, допустим. Вот формат экрана, хорошо. И надо брать объект по таким сечениям. Допустим, есть сетка. Сетка. И объект должен пересекаться вот в этих точках, которые вот на перекрестах, вот здесь. То есть он не должен быть в центре, он должен быть сбоку немножко, да? Да, сбоку, сбоку. Почему? Ну, потому что, когда, если объект смотрит туда, мы показываем его постанство, то есть куда он смотрит, допустим. А если человек смотрит в этой части вон туда, это уже неправильно. То есть мы его ставим вот сюда. Так. И показываем его постанство, вот сюда. Все непросто, оказывается, я думал, просто снять. А есть какое-нибудь правило, что, допустим, я вот держу камеру вот так и кручусь вокруг вас, и вы там разговариваете, или это уже неправильно будет? Ну, это уже неправильно. Почему? Вот, допустим, если собеседники... Ну, допустим, я вот сяду, вы снимаете. Как снимать правильно? Вот, да. Есть, как бы, ну, такой стиль вида, называется восьмерка. Допустим, если собеседник, куда он обращается, то есть передний план, то есть я беру вас, а в заднем плане вас, вот, допустим. И все очень просто. Вы начинаете говорить, сделали паузу, потом смена кадра, и вот сюда. Это уже назвалось восьмеркой. То есть я нахожусь всегда справа, а сюда она находится всегда слева. Да, всегда слева. И нельзя нарушать вот этот, как бы, баланс. Да, да, баланс. И, как бы, как бы, если посмотреть, ну, как бы, в директорском понятии, то это уже разрушается. Разрушается. Да. Они уже привыкли к тому, что мы все фильмы смотрим вот так. Кстати, надо будет обратить как-нибудь внимание, нарушает ли наши, в наших фильмах это правило. Итак, вы, наверное, видели нашу передачу, и, возможно, знаете, что я пользуюсь властью данной мне этой передачи и иногда мучаю своих гостей всякими разными вопросами. В общем, мы сейчас проведем небольшую битву умов. Все вопросы будут числовые. Ответы будут, вернее, числовые. Я пропала. К примеру, простой вопрос. Сколько цветов у радуги? Семь. Да, семь. Хорошо. Правильно, молодцы. Всем по баллу. Дальше вопросы будут чуть-чуть сложнее. Я сам ни на один вопрос неправильно не ответил. Кто будет ближе к правильному ответу, тот получит балл. Договорились? Я буду ручкой помечать, и в конце будет приз для победителя. Окей. Согласна? Итак, вопрос первый. Сколько официальных языков в мире? Сразу не говорите, подумайте 15 секунд. Можете немножко порассуждать. Сколько официальных языков в мире? Это, наверное, к вам вопрос. Ну, вообще к обоим, но вам легче, наверное, будет ответить. Итак, насчет три одновременно говорим. Один, два, три цифра. Тысяча. Более 25. Более скольки? 25. 25. Тысяча. Официальных языков в мире 95. Так, у нас получается... Сто там было, кстати, а не тысяча. Ларри получает один балл дополнительно. Ура! Идем дальше. Какова скорость движения улиток в миллисекундах? Вернее, в секундах. Секунду, да? Да. Скорость движения улиток. Один, два, три. Три сантиметра в секунду. Ой-ой-ой, я даже не успела подумать. Три сантиметра в секунду и... Ну, пусть будет два тогда. Два сантиметра в секунду. Скорость движения улиток 1,5 миллиметров в секунду. С Ордани выходит следующий балл. Так, идем дальше. Сколько процентов людей на Земле не пользуются интернетом? Сколько? Если учитывать наши, ну, деревни, улыбцы, да? Всех-всех, всех, всего населения не пользуются интернетом. Процентом? Процентов от 1 до 100. 7 миллиардов это там 100%. Процентах, процентов. Да, да, да. Один, два, три. Одновременно? Семь. Где-то пять. Процентов? Ага. Не пользуются интернетом? Не пользуются. 53% не пользуются интернетом. Думала же я сказать 50%. Так, идем дальше. Жвачку жуете, кстати? Прямо сейчас или вообще? Нет, вообще. Это не вредно для артикуляции жвачки, или наоборот полезно? Ну, после еды пожевали, выплюнули, а не так, как все время ходить жевать, то полезно. Все хорошо в меру. Жуете? Да, бывает. Какой диаметр самой большой надутой жвачки был зафиксирован? Человеком. Диаметр? Шар. Шар. Ну, я не знаю, шар выходит там. Овал. 50 сантиметров. Один, два, три. Три метра. Три метра диаметр, да? У меня вага до сантиметра. 50 сантиметров, абсолютно верно. А, да. Он знал, он знал. Так, идем дальше. Сколько длился полет Гагарина с взлетом и посадкой? О, что-то. В минутах. В минутах. Один, два, три. Со взлетом и посадкой. Около часа. 60 минут и... Где-то 15-10 минут. Ага. Со взлетом и посадкой. А, нет, даже больше, наверное. Даже больше. Сколько? 5 минут. Ну, где-то... Ну, давайте 10. Хорошо, 10. 108 минут длился полет Гагарина. Также балл уходит у нас в копилку. Сардан, и последний вопрос. Средняя длина рога-носорога. Последний вопрос, и победитель получает главный приз. Считай до трех. Один, два, три. 30 сантиметров. 30 и... Полметра. Полметра. 30 сантиметров было ближе. 50 сантиметров. Поздравляю вас, Сардана. Вы правильно ответили на большее количество вопросов. Дорогие телезрители, на этом наша передача подходит к концу. Смотрите нас в это же самое время. Встречимся с вами в этом же самом месте. Всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!